Сделал я лампочку на капоте, одна там, ну, проводочек окисился. Мишка говорит, что, короче, пока корабль не выгрузят, их там уже накопилось много, там, видимо, проехать надо оттуда забирать, а быстро-быстро грузят. Нас, говорит, не загрузят. Ну, ладно, в ленту я один не пойду, все равно идти потом вместе пошаримся. Что будем делать пока? Поставим чай, наверное, и попробуем белорусскую тушенку, которую я купил по дороге. Что там за тушенка? Похаваю. Хотя надо ходить в магазин на голодный желудок, тогда ты покупаешь нормально все, что хочешь, и оно потом пригодится на 2-3 дня. А когда сытый, ты думаешь, нет, 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 вот так. Так что открываем тушенку. Выглядит она у нас вот так. Что тут написано? Республика Беларусь. Большими буквами. Мясо. Говядина тушеная. Картинка. Вот такая. Ну, в принципе, все. Высший сорт ГОСТ. Сейчас мы посмотрим, открываем. Короче, металл уже. Капец, нож гнется. Где-то у меня была, по-моему, ребята, открывашка. Что-то я сейчас только вспомнил, что она была. Короче, у меня тут запасы подчищают, и шеф Миша. Где у тебя тут была открывашка? А, Николай? А она была вообще? Не помню. Ключ от замка. По-моему, ни хрена у тебя ее не было, или была? Тут салфетки у меня всякие, короче. Влажные салфетки, пломбы, сахар, который, кстати, пригодился. У меня сахар кончился, сейчас буду покупать. Ну-ка, сейчас я найду где-то, где-то она уже была. Что, приступим? Короче, открывашку я не нашел, все-таки открыл ножом. Такс, сейчас мы будем ее отгибать. Что-то почему-то ролики за тушенку как-то это... Сейчас с Димкой болтал. Димка позвонил долго-долго. Что-то я уже, хотя я ее еще не видел. Про тушенку как-то интересно посмотреть. Я говорю, а что вроде, блядь, просто тушенка. Да уже не томи, открывай. Что нам теперь это все дело? Что-то, ребята, выглядит охрененно. Вот, ребята, вот это мясо. Вот это мясо. От волокна видно, да, мясо? Не тряси камерой. Ну-ка. 150 рублей, напомню, она стоила. Это тушенка. Да, вот тут конкретно прям мясо. Вот, видно. Вот. Сейчас мы ее попробуем. Без обмана. Прям вкус офигенный. Твердая тушенка. Надо бы ее выложить на что-нибудь, погадать. Обалденно. 150 рублей. В общем, раз взялся снимать, все-таки решил. Пакета пока нет мусорного из-под Макдака. Туда я жир убрал. Где он? Ну, что ты как? Короче, туда я жир убрал, поскидал. Хотел все вытащить на пакетик, потому что нет лотка какого-то, куда можно это все... Ну, я думаю, смысла нет. То есть, вот, покажу только вот так. Конкретно мясо, блин. И вкусное. И здесь в банке, то есть я пытался все приподнять целиком. Вот целиком кусок такой. Ну, одну руку, понятно, неудобно. То есть одно мясо, ребята. Спасибо. Будем брать. На, вот. Конкретно мясо прям. Вот это кайф. Ну, конечно, белоруси им там не дадут плохую делать. Там сразу люлей отхватят от батьки. Так что, белорусской тушенки лайк огромный. Ну, вот она прям, смотрите, волокнушечки. Вон она прям, мясо, мясо. И лавровый лист, блядь, целиком. А не попилен, как в той был тушенке. Помололи, помололи, хавай. Ладно, ребята, кушать. Всем приятного аппетита. И на чай поставить. Ставим чай, хочу чаю. Сейчас у Мишки такой же чайник. Вот, продемонстрируем. Так вставляется баллончик. Зажимается. Чик. И пьезоэлемент. Тыкс. Че ты говоришь, как-то хреново. Потому что новый. Замри, я сказал. Замри. Все, будем чай пить. Идем на кружка. Что у вас там, что у вас там случилось? Сейчас смаку назад. Мишка приехал. Камаз чистый. Помыли в Камаз-центре. Да. Камазик помыли. Ну все, мы пошли, короче, в ленту. Пошаримся. Затаримся. И поедем. Время капец его грузили. Я говорю, если мы в 9 выезжаем, грубо нам 12 часов ехать. Хотя бы к обеду быть там. Это у нас 3 часа всего поспать. Жесть, вообще полно. Что, тяжелый пакет, Мишки? Все, мы тронулись. Пронзительные гудки автомобилей достигали 90 дБ. Мишанин все ест и ест. Проголодался, бедняга. Раньше ползем. Не знаю, Мишки прицеп после ремонта. Побоялись мы делать так, чтобы я сначала поехал, а потом он. Белоперит, также известного как ложное золото. 15-й Миш, зайду на 5 секунд. Формируются при фасилизации, когда бактерии запускают химические реакции. Привет-привет, мы с Мишенькой 18-м. Мальчик обошел. Мальчик обошел. Спасибо, спасибо огромное. Мы в 18-м, смешание можешь присоединяться, если хочешь. Есть, я к нему. Мы заправляемся. Возможно, хватит, но у меня еще две заправки. То есть у меня с запасом. Ну что, пока не буду показывать. Плюс один, но на улице лед. Скользко, прям чуть сейчас не на ее упал. У нас, ребята, гололед. Прям сильный-сильный гололед такой. Там уже батон улетел. На заправки выходили. Вообще жесть. Показывает минус один, но у Мишки минус три показывает. Ну, на два у меня всегда обманывают. Короче, ужасная дорожка. Не знаю, в каком состоянии платка будет. Как бы сильно никто и не едет. 50-60 едем пока. Вся колонна. То есть люди понимают, что нахуй рисковать. Ну, конечно, это все водой было грубо, да. И сейчас все подтаяло. Но где-то на улице на минус пять-то есть, полюбас. Так что мы тихонечко болзем. В начале платки встанем спать. Сейчас часа четыре поспим. И завтра надо хотя бы к двум, к трём приехать. До семи выгружаю. Постараемся, не знаю. Ну, посыпано, но толку-то посыпано. Если бы солнышко было, чтобы реагенты-то заработали. Соль и вся фигня. Какой-то эффект все равно есть. Ну, не знаю, мы не летим. Что-то качество. Все, вот так. Да хрен-то. Ладно, поехали. У нас еще и ветер поднялся. Короче, такие переметы. Ну, время полдвенадцатого. То есть еще нам где-то минута, наверное, 15-20. И в начале платки встанем. Ну, все. Зачуем и завтра уже стартуем. Что-то у мишени с транспортером. Понтером. Что за хуйня тогда? Что-то у меня не работает транспортер. Транспортер или как он называется. Вот. Тем, кто тоже не знает, вот такая штучка есть. Ну, она крепится на стекло. Но я на стекле не люблю, чтобы было что-то прилеплено. Она у меня висит на треуголочке. Все, то есть подъезжаешь, и шлагман открывается. На нее ложится баланс там какой-то. Деньги. И она снимает. То есть заехал, при выезде, где выезжаешь, она снимает определенную сумму. По-моему, 470 стоит, что ли, проехать 350 километров. Придел кое-как, блядь. Вот она, блядь, здесь висит. Приделение уже по системной электронной. Давай я наверху на аварийке стою. Че, поедем до стоянки, что ли, до первой? Че-то нихуя не слышал, я че-то здесь. Наверху стою на аварийке, тебя жду. 18-го, сейчас, блин. Ладно, мы сейчас до стоянки, и, скорее всего... Блядь, так-то и на подъеме, да, умночует, мужики, блядь, как-то. Ну, там они к блокам прижимаются и спят. Я не знаю, сейчас первая стоянка полюбаса будет забита целиком. Я говорю, если третьим рядом запихиваться уже, все конкретно, и вставать пораньше, дергать, чтоб никого не заставить. Как это было, что это будет? Все, посмотрим. Как там, черно? О, бутик еще с холом. Стоянка забита, едем на следующий. Все, спасибо. Дорожникам привет! Много знакомых дорожников здесь. Мы на ночлег, я пересел, ко мне Мишка идет. Интернета нет, потому что я куда-то к приходи, хоть попиздим, да? Спать ложится. Сейчас мы будем пить и устраивать. С этими спать ложится. Где Мишаня? Мишанчус! Так, Димку мы будем встречать с московского вокзала. Это станция метро Восстания. Десятого, ну, может, 11 часов, хорошо, подобьем. Чай пить и устраивать будем. Как дела? Ну и что, тушенка понравилась? Да. Два пакета заменился? Да. Короче, вот мы доедаем тушенку. Ну, вот эту. Мне понравилась. Вот попробуешь, Мишка? У них еще каша продается. Я хочу каши попробовать. До свидания. До свидания.